САРНА Сочувствие меня не тронет Неважно, кого вы взяли с собой Лиара здесь потому, что сама этого хотела А не потому, что я ее заставила В самом деле? Что ты сказала ей обо мне, Лиара? Что я могла сказать, мама? Что ты безумна? Зла? Объяснить, как убить тебя? Что я могла сказать? Вы прежде сражались с десантницами Азари? Мало кому из людей приходилось Не поверю, что вы готовы убить свою дочь Теперь я понимаю, что с ней нужно было быть строже Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тихо! Тихо, уберем! Тихо, уберем! Продолжение следует... 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 Но вы должны выяснить это быстро. Перед тем, как вы пришли, я передала ему координаты. Остановите меня! Я не могу! Его зубы у моего уха! Пальцы на моем позвоночнике! Вы должны... Вы должны... Мама, я... Не уходи! Борись с ним! Я всегда гордилась тобой, Иара. Умри! КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Я не могу так дальше. Вы должны остановить его, Шепард. Держитесь. У нас есть панацелин. Мы сможем... Нет. Он все еще в моем разуме. Я не вполне я. И никогда с собой уже не буду. Мама! Доброй ночи, Крылышко. Мы увидимся вновь на рассвете. Где же свет? Говорят, что перед смертью... Монтаж... 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 Девушки отдыхают Мы не можем петь в ваших низких мирах Ваша музыка бесцветна Ваш способ общения странный, плоский Он не красит воздух разными цветами Когда говорим мы, один движет всех Забавный будет разговорчик Мы мать Мы поем тем, кто остался позади Детям, которых вы считали замолчавшими Мы рахни Как вы говорите через нее? Наш род поет прикосновение мысли Мы касаемся струн и остальные слышат У нее есть цвета, для которых у нас нет имен Но она подходит к концу Ее музыка горько-сладка Она прекрасна Вы не поете в унисон с теми, кто хотел управлять нами Как вы станете петь? Вы отпустите нас? Должны ли мы вновь утихнуть? Вон там баки с кислотой Переверните их Миллионы моих предков погибли, уничтожая этих тварей Не дайте им вернуться Они совершили ошибку Дали Кроганам зайти слишком далеко Но у нас появился шанс искупить их вину Она ничего нам не сделала Ваши спутники слышат истину Вы властны освободить нас Или вернуть наш народ в тишину памяти? Если я оставлю вас в живых Вы будете снова нападать на другие расы? Нет Мы... Я не знаю, что было во время войны Мы лишь слышали диссонанс Песню цвета мысленистых теней Мы найдем отдаленное место Чтобы учить наших детей гармонии Если они поймут ее Мы сможем вернуться Вы выжили во время войны? Или вы клон? Мы не знаем Мы были лишь яйцом И во сне слышали плач нашей матери Тон космоса заглушал один голос за другим Он заставлял певцов входить в резонанс С его собственной желтой и горькой нотой Потом мы пробудились Потом мы пробудились Здесь Последнее эхо тех Кто вышел с поющей планеты Небо молчит Вы могли бы их утихомирить? Вы могли бы их утихомирить Если бы я не включила систему очистки? Нет Наш разум не похож на ваши Мы можем лишь учить петь в гармонии Дети без матери Потеряны в тишине О них не надо петь в сером и фиолетовом Мы сами заставили бы их замолчать Я не стану уничтожать целую расу Вы свободны Что за бред? Ваша раса с этими тварями не сражалась Поэтому до вас и не доходит Я хотела бы иметь Рах не на нашей стороне А без разницы Мой народ с ними потом все равно разберется Как в прошлый раз Вы дадите нам шанс Сочинить новую музыку? Мы будем помнить Мы станем петь о вашем всепрощении Нашим детям Вот повезло Жуки споют о вас в песенке Ну, я предупредил Вы пожалеете Сочинить новую музыку елька Я не знаю Это был О chosen Специality Открепление Ты бы Чем скорее мы покинем эту мерзлую планету, тем лучше. Ненавижу холод. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 О, а я ее не заметила? Мы все здесь одна команда, Уильямс. Она просто хочет помочь. Простите, капитан. У нас нелегкая задача. Все мы на грани срыва. Отдохните хорошенько. Все свободны. Доклад оноверии готов, капитан. Соединить вас с советом? Да, Джокер, свяжите. Устанавливаю связь, капитан. Доклад точен, капитан? Вы нашли нанаверии Рахни. А потом выпустили на волю царицу. Вы вообще понимаете, что вы сделали? Через сколько поколений они захватят галактику? Три? Нет, четыре. Это не шутка, капитан. Рахни были одной из величайших угроз, с какими сталкивалась галактика. Эта царица не такая. Она понимает, почему в прошлый раз ее расу пришлось уничтожить. Надеюсь, что вы правы, Шепард. Если нет, за это заплатят дети наших детей. Мы будем ждать вашего следующего рапорта, капитан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Просто хочу выговориться. На разборе полетов было не самое подходящее время говорить об этом. Такое впечатление, что каждая раса в галактике поглощена своими проблемами и не хочет видеть, что нас ждет. Верите, что все будет хорошо? Я бы сказала, что такова человеческая природа. Да, кое-что бывает в общем у всех видов. После того, что случилось с Вернусом, об этом надо было бы помнить. По-моему, после Вернуса у вас до сих пор камень на сердце. До встречи с Вернусом я знал столько же, сколько любой гражданский. Инопланетяне загадочные превосходят нас и пытаются нами командовать. Тогда ведь прошло всего 26 лет после первого контакта. За это время мы не успели их понять. Вернус показал мне, насколько инопланетяне похожи на людей. Нет в них ничего особенного. Придурки и святые, как и мы. Черт, к тому времени, как я смог отыграться, мне это уже не было нужно. Вам явно было нелегко. Что же случилось? Он покалечил Райну, сломал ей руку. Она протянула руку за стаканом, а надо было использовать биотическую силу. Просто хотела попить воды без того, чтобы у нее носом пошла кровь. Я встал, как идиот. Не знал, что собираюсь сделать, но должен был сделать что-то. А Вернус вышел из себя. Стал избивать меня, орал, что надо было бомбами загнать нас в каменный век. И нож достал. Армейский клинок прямо у меня перед лицом. Ну, я сорвался. Использовал свои способности и вломил ему по зубам. Почти с теперешней своей силой. В 17 лет это немало. Вы хотели помочь девушке, которая вам нравилась. Благородный поступок. Намерения у меня, может, и были благородные. Но я утратил над собой контроль. Я убил его, Шепард. Сломал ему шею. Может, его бы успели спасти, если бы сразу отвезли в лазарет. Но они не стали. Когда его отправили домой, поднялась Буча. Курс Баир закрыли. Через пару лет Канатикс свернул работы. Забавно. Не знаю, кому из нас в итоге пришлось хуже. Райна потом поправилась? Райна... Да. Да, с ней все было хорошо. Мы так и не... Ну, мы больше с ней не общались. После того, как вы за нее чуть не погибли? У Райны было нежное сердце. Она всех любила. Вирнус был для нее кошмаром. Мы все ее от него защищали. Все, кто... Все, кто был в нее влюблен. Но после того, что я с ним сделал, меня она тоже стала бояться. Ну да ладно. Это... Я вот к чему. Каждый инопланетянин личности. Если один из них сволочь, это не значит, что все тоже. Так что да, я этого турианца ненавидел. Но для меня он был не турианцем. Он был Вирнусом. Вот почему вы всегда так сдержаны. Дисциплины во мне не больше, чем в любом биотике, Шепард. Это все дело прошлое. Я его пережил. Вы мучаетесь из-за того, что поступили правильно. Не даете себе сорваться. А все потому, что после смерти Вирнуса Райна вас отвергла. Это... Ну хорошо. Может, вы и правы. Может. Но я в порядке. Не беспокойтесь обо мне. Я полноценный человек. Я не буду обузой для вас. Для команды. Кайден, вы сильный человек. Говорить об этом не значит ныть или быть слабосильным мальчишкой. Это делает вас человеком. Хорошо. Но мне стыдно, что вам пришлось мне об этом сказать. Вы правы. Мне надо расслабиться немного. Я постараюсь. Надеюсь, мы будем вместе, когда все кончится, Шепард. Я... Жду не дождусь увольнительной. Пытаюсь понять настрой команды. Есть что сказать? Хватит мне тратить ваше время, капитан. С личными беседами еще успеется. Что вы думаете о последней миссии? Убита Саранова... Кем бишь была Бенезия? Его заместителем, советником. В любом случае это его задержит. Хотя доктору Те Сони сейчас худо. Бедная девчонка. Ей пришлось убить свою мать. Что думаете насчет Рахни? Без протокола. Если бы у нас был выбор, я бы оставил решение совету. Нас здесь не было во время рахнийских войн. И вряд ли нам нужно в это дело ввязываться. Поговорим позже, Кайден. С удовольствием. Поговорим позже, Кайден. Я не хочу добавлять сюда месть. Бенезия выбрала свой путь, а я выбрала свой. Я пойду за вами до конца, капитан. Мне приятно говорить с вами, Лиара. О чем бы то ни было. Давайте поговорим о вас. С вами все в порядке? Почему-то я плохо сплю. Постоянно просыпаюсь из заведений. Жаль, что я не могу вам помочь. Вы должны все время быть на высоте, капитан. Экипаж на вас рассчитывает. Ответственность – тяжелый груз. Я в состоянии справиться с ответственностью командира. Но если я не остановлю Сарана, он уничтожит всю галактику. Простите, капитан. Последнее, что вам нужно, это чтобы кто-нибудь напоминал о том, как все плохо. Мы могли бы поговорить о чем-то еще. Вы знаете, почему Бенезия встала на сторону Сарана? Бенезия попала в водоворот событий и потеряла контроль над ними. Ее волю подчинили, в результате она стала частью того, что сама хотела остановить. Но я помню и чту то, как она жила, а не то, как умерла. Моя мать была сильной, доброй, красивой. А теперь ее нет. С вами все будет хорошо. Спасибо, что беспокоитесь за меня, Шепард. Мне ее очень не хватает. И я скорблю о том, что с ней случилось. Но я не позволю скорби отвлекать меня от нашей цели. Хочу побольше узнать о базаре. Наша раса первой открыла цитадель. Мы сыграли важную роль в формировании Совета. При разногласиях в галактике мы всегда стараемся быть голосом мира и сотрудничества. Мой народ считает, что все мы часть единого галактического сообщества. Каждый вид вносит свой вклад в общее дело. Хотя мы стремимся к пониманию других видов, мало кто хочет понять нас. Галактика полна слухов и домыслов о нашем народе. Мне пора. До свидания, капитан. КОНЕЦ Капитан, я хочу сказать спасибо. За что, Гарр? За все. Я... Шепард. Капитан. Что вы думаете о последней миссии? Вы говорите о Рахне, да? Они были опасны, Шкипер. И доказали это две тысячи лет назад. Думаю, отпустить ее было ошибкой. Но это было не мое решение. Ваше. Если вы еще не говорили с доктором Тессони, может быть, стоит это сделать? Она только что лишилась матери. Это больно. Я так думаю, Шкипер. У вас есть минута поговорить с глазу на глаз? Конечно, если у вас есть время. Я думала, вы заняты тактическими брифингами и прочим. Не нравится мне, что мы должны атаковать именно сегодня. Плохое предзнаменование. Вы имеете в виду годовщину войны первого контакта? Да. Вернее, ее окончание. В моей семье ее всегда отмечают. Я здесь единственная, Уильямс. А кроме вас это, наверное, никому больше не интересно. Странный праздник. Это было 26 лет назад. Для нас это не совсем праздник. Скорее, обязанность. Только не говорите, что не знаете про мою семью. Мое начальство всегда это выясняло. В моем личном деле этого нет? В вашем деле вообще ничего нет. Только технические оценки и куча малопривлекательных мест службы. У этой кучи есть своя причина. Я внучка генерала Уильямса, командующего гарнизоном Шан-Си во время войны. Единственный человек, когда-либо сдавшийся инопланетянам. Ясно. Вот почему вы так надрываетесь. Уильямсы должны быть лучше лучшего, чтобы избавиться от подозрений. Так сказал мне папа накануне своей отставки. Не всякий кретин полезет в профессию, где всю его семью держит в черном списке. А я полезла. Я не позволю, чтобы наше имя стало символом предательства. Мой дед этого не заслужил. Насколько я помню, ваш дед держался очень долго. Первая волна турианцев снесла орбитальные сооружения и заняла основные города. Они засели на орбите и били по всему, что движется. Дедушка приказал войскам рассыпаться. Но когда они заходили в города пополнить припасы, турианцы взрывали целый квартал, чтобы уничтожить одно отделение. Гибли гражданские, войска голодали, а связаться с командованием Альянса он не мог, поэтому он сдал гарнизон. И что было с вашим дедом после войны? Как только Шанси была освобождена, его сняли с командования, отвезли на землю в наручниках, но суда не было. Его тихо понизили в звании и засадили за кабинетный стол. Год спустя он вышел в отставку и всю оставшуюся жизнь работал на строительстве в колониях. Иногда до нас доходят слухи, что его хотят официально реабилитировать, но до сих пор ничего не сделано. Он отказался жертвовать своими людьми ради спасения чести человечества. А вы хотите броситься на меч, чтобы спасти его честь? А какая теперь разница? Его уже нет, и отца тоже. И кого это впечатлит? Альянс никогда меня не оценит. Теперь вы знаете. Ну что, капитан, вышвырните меня с корабля? Вы крепкий и решительный боец. Я ценю эти качества. Считайте меня самонаводящейся ракетой. Ну ладно. Мне надо кое-что сделать до посадки. И вам наверняка тоже. Вы свободны, сержант. Мэм. Эй, Шепард, вам что-то нужно? Мне нужно идти. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Вы вовремя, капитан. Цитадель на связи. Сообщение высшей категории важности. Это посол? Подпись не его. Я думаю, это совет. Я переброшу сигнал в радиорубку. Капитан Шепард, мы получили информацию, которая может быть важна для вашей миссии. Я приму любую помощь. Мы получили срочное сообщение от наших агентов внедрения в траверсе. Вы имеете в виду шпионов? Спектры привлекают много внимания, капитан. Но они лишь одна из рук совета. Часто для отслеживания событий полезнее использовать группы особого реагирования. В настоящее время в пограничных регионах пространства Цитадели рассеяно несколько групп внедрения. Это занимается сбором данных о Сарине. Я не люблю, когда от меня что-то скрывают. Мы не хотим, чтобы вы зря носились по галактике, капитан. Мы связались с вами только потому, что считаем эту информацию важной. К сожалению, полученное нами сообщение сильно пострадало из-за шумов. Вероятно, наши агенты попали в ситуацию, в которой им сложно пользоваться межзвездными средствами связи. Но сообщение пришло по каналу, зарезервированному для критических случаев. Чтобы они не пытались нам передать, это явно нечто важное. Учитывая ваш интерес к Сарину, мы решили, что вы захотите изучить вопрос. Узнайте, что стало с нашими агентами. Сигнал поступил с планеты Вермайер. Спасибо за помощь, советник. Совет предпочитает не вникать в дела спектров. Мы лишь хотим, чтобы у вас была вся информация. И о Вермайере тоже. Желаю удачи, капитан Шепард. Если мы что-то узнаем, то уведомим вас. В галактике насчитывается агент. Сигнал «Симон» В галактике насчитывается агент. от 200, Вермайр. Планета с буйной растительностью расположен... Властелин является кораблем спектра предателя по имени Саран. Команду огромного дредноут... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова